Христос посреди нас, мои родные и любимые христолюбцы, все братцы и сестрицы, весь род избранный, народ святой Божий, царственное священство, люди, взятые в удел Божий. Всем желаю радоваться и веселиться в Господе. Всем желаю от всего сердца возрастать в благодати и познании Господа нашего Иисуса Христа. Опознается он одним простым способом – любовью к ближнему, но которая без упований, конечно же, на Бога, на Христа просто невозможна. Ибо заповедь его одна, и все искренние истинные христолюбцы, сидя на прощальном ужине со всеми учениками, посреди которых Господь наш и Бог Иисус Христос, все помнят эту и слышат эту его чудную заповедь о том, чтобы мы любили друг друга. Ну а любить, слово-глагол, вы прекрасно понимаете, означает дела любви. Причем дела не какие-то, мы все время думаем, ой, надо что-то такое сверхъестественное делать, бежать любить кого-то. Да нет, жизнь она простая, она в бытовухе, поэтому надо просто любить ближнего, того, кто рядом с тобой. Неважно, кто он тебе, член он в твоей церкви, твоего собрания, не член, кто он тебе, русский, китаец, иностранец. Любить надо ближнего. Вот я сегодня хотел бы поговорить о десятине, так называемой, хотя в Новом Завете о ней ни слова нет, вы прекрасно понимаете, что разговор по сути должен быть неуместный. Но так как этот вопрос существует, я честно хотел бы тоже о нем поговорить, а вы там сами решайте. И вот опять вопрос, вы там, вот вы кто-то, я знаю, наверняка меня слушает, платит эту десятину, причем в любой конфессии, в православной, в протестантских направлениях. Я даже не знаю, кстати, католики там заморачиваются, но опять же, внутри католиков может кто заморачивается, а кто и нет, потому что и в православии-то, в каком есть там эти учения о десятине, в каком нету. Я хотел бы поговорить и сразу опять предупредить, чтобы никто не соблазнялся. Мне все равно, платите вы лично или нет. Платите вы доброохотно, хотя когда Павел говорил о доброохотности подаяния, и как раз именно эта тема развивалась, если бы мы сейчас с вами разбирали именно этот момент из Каринфина, то он как раз там и говорил о добровольном пожертвовании. Столько, сколько кто хочет, столько, сколько кому уделил Бог, и Бог тебе кладет на сердце, удели, ты уж там сам решай. Бог тебя благословил, а ты сам свободен возрасти в любви теми благословениями, которыми тебе подает Господь. Бог тебе и пытается показать, насколько ты способен любить тебя. И благословяет тебя не потому, что ты такой хороший герой, потому что, конечно же, любит всех и дает тебе, чтобы ты научился любви, подаяния. А тому, у кого нет ничего, Господь дает в жизни поводы тому, чтобы научиться любви и благодарности, взятием этого. Вот и все. То, что и брать, и давать, это все, любовь. Брать с благодарением тоже любовь. А то мы порой, как Господь правильно говорит, неблагодарны даже за доброе дело обываем. До такого можем сатанизма дойти внутри сердца своего. И поэтому, как вы там платите, мне все равно. Я ничего там против личного никого не имею. Но мало ли действительно, вокруг кого-то будет собираться какая-то общинка, или люди будут в какую-то стайку сбиваться. У кого-то действительно интересуют эти вопросы. Вот я хочу тоже поговорить, как я это вижу. Ну и как всегда, вы знаете, подам это через призму любви, упованию на Бога. И честно, я всегда это в жизни смотрю, живу живой жизнью. Я вне системник. Система мертва. Сама система, рамки означают мертвость. Вот посмотрите на автомобиль. Он ездит, все отлично. Компьютер, что только не выдает нам. Но он мертвый. Система подразумевает, вот, идеально ходящий механизм. Там нету места чувствам, нету места ошибки. А это не любовь, это не жизнь, это мертвичина. Если бы Господь не дал человеку свободу греху, свободу возможности согрешать, нас бы и не было. Сама свобода подразумевает возможность падения, да. И человек должен добровольно прийти в меру познания бытия. И потом, идя к этому бытию, к этому, к тому, что он познал, что мир только может быть и счастливый мир, счастливая его жизнь, может быть только в счастье, в уповании и благодарности к Богу и любви к ближнему всему Богом сотворенному. Человек, познавший это, родился свыше и пошел возрастать в этом познании. Вот. А возрастать можно только одно – упованием и любовью. Но одно без другого невозможно, ибо это растение из одного семечка вышедшее. Только одна часть его пошла в землю, невидимо, внешним глазам, а другая часть пошла в видимую над землей расти. Вот. Растение без корня засыхает и умирает. Поэтому без упования на Бога, без отречения от себя, нести крест, то есть творить дела любви, невозможно. Ты никаких дел любви, ты никак не вырастешь выше земли, если у тебя корни. А если на какое-то время и выбьешься, без корня ты задохнешь, бросишь все это, оставишь. Ты сегодня сотворишь пару добрых дел и забудешь потом о них на всю жизнь. Только именно отречения от себя и упованием на Бога человек может творить дела любви, то есть нести крест. И вот, что касается десятины. Я не буду разбирать, я сначала думал тоже, ну, там на христолюбии, может быть, по Писанию, где я буду, я, может быть, соберу тоже плейлист. Но это, опять же, я не знаю точно там всех учений, что там втирают им с этой десятины, начиная от Мелхиседека и Якова, наверное, который тоже пообещал Богу давать десятую часть, все, что ему даст Бог, как будто Бог от него это требовал. Я, честно, не знаю. Это надо опять снять проповеди, прослушивать этих проповедников десятины и в ответ на все это, как говорится, отвечать в Писании, показывать, что там много вырываний, порой даже прямого лукавства, да. И уж не говоря, что просто это ребятицкий возраст, вот и все. Не знаю, буду ли я этим заниматься, я же там начал, вы помните. А, нет, начал я об иных языках вот тоже бы закончить. И вот о десятине то же самое. И честно, я что-то не знаю, буду ли я писать. Хорошо, вот такой формат я тоже делаю, вот этих живых бесед. Может быть, этого ролика будет достаточно, и кому-то с кем-то когда-то поделиться, когда этот вопрос интересует. Я буду рассматривать его с призмы любви, всеобщей, мировой, ибо все мы от одной крови дважды, как я говорю. Рассматривать через призму жизни и упования на Бога. Конечно, я против любой системы. Ты только начинаешь хоть маломолеть, склепить ее, и все. И понеслась. И там вообще-то до краев не найдешь, там замучаешься разгребаться. Правило на правило, как Исаия красиво говорил, заповедь на заповедь. Тут немного, там немного. Господь, когда говорил, когда его спросили о заповеди, какая заповедь единственная на самом деле. И в одном из Евангелий сам этот книжник говорит, что возлюби Бога всем сердцем и ближнего, как самого себя. Вы все помните прекрасно. Бога всей душой, всей крепостью, всем помышлением и ближнему к самому себя. Господь говорит, правильно, это и есть. И нет другой выше них. Но где там говорится, как будто Господь говорил, где сам книжник. И даже, по-моему, в Марка опять книжник говорит, да, действительно, любить Бога, ближнего, любить Бога всем сердцем, всем помышлением, всем разумением. Всей крепостью и ближнего, как самого себя. Есть выше всех, все сожжения и жертв. То есть выше всего законы. А выше, по сути, то есть истины, пик. И мы всегда идем к высшей степени. Все. Господь говорит, правильно отвечал. И он его спрашивает, а кто такой ближний? Господь рассказывает, кто такой ближний. Тот, кто рядом. И более того, заметьте, когда Господь эту притчу рассказывает, хотя это и реальность такова, сам Господь так творил. Ведь этот самарянин, который шел мимо избитого Иудея, он же им не неся 10 бинтов, не бросил ему. Вот на тебе, у меня тут 10 бинтов, на тебе 10. И пошел дальше. Я все по закону сделал. И я вот чист перед Богом, со спокойной совестью пошел дальше. Ну что же это такое-то? Господь говорит, что любовь настоящая, жертвенная, он пожертвовал своим временем, своим имением, своим имуществом. Он что сделал? Он склонился сам, ему перевязал все это. Сам помог. Он не просто бросил эти бинты, на тебе бинты, на тебе 10 колб зеленки, на тебе зеленку десятую. И то. Я говорю, на самом деле, вы прекрасно знаете, что десятина, это не десятая, не 10 процентов, а десятая, каждая десятая штука. По сути, это в Ветхом Завете, по крайней мере, так было. У тебя десятый родился, осленок, отдай. Получается, ой, ты знаешь, у меня вот нет, у меня 9 пузырьков йода, мне нечего тебе дать. Вот уж извини, вот пусть заражайся и умирай, да, заражением крови. Да нет, конечно. Он спустился со своего осленка там, или откуда он шел пешком. Этого бедного разбойника, избитого иногова, иудея, всячески ему оказал любовь, перевязал раны, маслом все смазал, обеззаразил, посадил на своего осленка, сам, идя рядом, пошел, отвез его в больницу, ну там, в гостиницу, в больницу, неважно. И все, и попросил, и оплатил все его лечение. И даже сказал, что если сверх того, я все тебе воздам. По-обратному пришествию. То есть, восставил до того степени, пока человек не станет самодостаточным. То есть, пока эта проблема, эта беда в ноль не уйдет. Все, нету. Когда человек может сказать, да, все, у меня все, 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 мне ничего не надо, все, спасибо, ты мне помог даже сверх того. Вот, где же тут десятин? Это к ближнему Господь учил так относиться. К ближнему, который был самарянин у идеи, тот, который ненавидел его. Но он был рядом. Но он ненавидел его. Он не член его церкви. Он не самарянин. Я говорю, он иудей, который гнушается самарянами. Просто прям брезгует. Что это ненавистники. Это идолослужители, не знающие истины, во-первых, богоборцы. Да и вообще мрази, и вообще какашки вонючие. Ну, так же ведь на самом-то деле, кто знает, до чего там дошло вот это гнушение неудеями. Когда Господь им говорил, отделились, они отделились, да. Все они не так поняли-то. Это все жестокосердие. Все это железные шеи, несломимые. Мы думаем, Бог их так и учил. Да это человек такой. Бог показывал, что к чему ведет, когда Бог идет на поводу у человека. Вся ветхозаветная история в этом. Ничего хорошего из этого не получается. Человек зол, а Бог благ. И только тот, кто идет за Богом, за истиной, за любовью. В этом благость мира бытия. По-моему, вот этой притчи, вот этого евангельской нашей веры, нашего исповедания, обещания Богу жить по этому Евангелию, достаточно для того, чтобы понять, что среди братьев, если ты этого человека братом называешь, братом, если бы вы Христа крестились, одной кровью Иисуса Христа помазались, так скажем. Хотя мы все по крови, братья и сестры. Бог нас от одной крови по плоти произвел. По духу мы еще, братья. Если ты брат, слово употребляешь относительно меня, а какой десяти не можешь тречь идти? У человека беда, ты что ему скажешь, брат, вот, да, брату надо, там, машина сломалась, на которой он, может, работает, хлеб домой возит жене с детьми. Ему надо десять тысяч, а ты сказал, брат, слушай, я сам десять зарабатываю, на тебе тысячу, вот, ну, вот, больше нету. Ну что, да ты из кожи вылезешь, ты жене скажешь, давай тоже поможем, займем или половину отдадим. Или вон у нас вторая машина есть, давай ему отдадим, пусть пока эту чинит, на этой будет работать, чтобы без куска хлеба не остался. Или будем содержать, пока будет, тоже помогать, стол разделим. Ну что это, десятина? Как десятина в церкви, это же богохульство новозаветное. Это же просто немыслимо. Мы же прекрасно помним эту притчу. Все, вот апогей. Это о любви к ближнему Господь рассказал. Представляете, братство, вот ты меня братом называешь. Не знаю я. Вот вы, может, кто знает русский этот фильм, брат-то, где Данил этот снимался. Помните, там я помню даже, мне до покаяния казалось, ну, как всегда, мы же любим всех ненавидеть. Как вам? Вот там, что ваше... Все же все спрашивают, how are you? Она говорит, да, здесь все так спрашивают. А что, всем интересно, как мои дела? Да нет, так просто спрашивают, принято так. Вы знаете, я так посмеялся над этой фразой. А я вам скажу, что я вам не скажу за всю Одессу. Я всю землю не путешествовал, да и немного где был-то. Да и мы знаем, любим мы за всю Россию говорить русский, русский. Я не знаю, как русский, но действительно, вот где я вырос, где я живу, в центральной части России, у нас нет этой привычки говорить how are you. А вы знаете, порой кажется, что даже нам этого не хватает. Я говорю, американцев всех обольем с головы до ног грязи. А сами-то лучше ли мы них? Да порой нам не хватает банального how are you. Позвонить раз в неделю и спросить, брат, ты как там? Ну, пусть нечего сказать, ничего в жизни сверхъестественного не произошло, да. А где же это раз в неделю-то how are you? Я уж не говорю про каждый день. Как ты? Какие радости, какие печали, чтобы разделить с братом. Та и радость, и печаль. Уж, наверное, все-таки за неделю что-нибудь происходит-то и радостного, и печального. Понятно, что, в принципе, в том контексте, как она в фильме, там это, забыл, как его зовут-то, ну, в общем, а Мерлин, проститутка Мерлин сказала, да, что они просто так спрашивают. Здесь всем все равно, только деньги имеют значение, как там, там в этом контексте. Это, конечно, понятно, но вот надо, я говорю, всего можно, книжник из доброго сердца своего всегда вынесет, и старый, и новый, все с пользой. Я вот вспоминаю просто. Нам действительно не хватает этого how are you? Брат, ты как? Сестра, как ты там? Что у тебя, горе, радости? Ну, хорошо, все, и Бог благословляет, слава Христу. Терпишь, ничего не просишь, ну, тоже слава Христу, твой выбор. Какие в церкви могут быть десятины? Не знаю. Это вот, что касается конкретно вообще отношений. Мне кажется, я вам просто сказал, что я считаю, что через эту призму Божьей заповеди, как он сам сказал, все просто сразу, человеку должно стать ясно и открыто. Но второй, вы скажете, ой, ну вот, а где же, да, в той же семье, мы же все рассматриваем, вот, брат, это семья. В семье что, младшие платят старшим какой-то оброк в виде десятины? Нет. А старшие родителям? Да нет, конечно. Что родители, отец небесный с нас требует десятины, как родители с детей, ты мне должен десятины, пойдешь работать. А старшие с нижних, давайте, 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 малыши. А средники с младших и так доят друг друга. Да что это такое, разве вы такое когда-нибудь видели? Я такого в жизни не видел ни в какой семье. Чтобы вот так поставить, так и эти, маленький пресс-фитер, туда побольше, везде система. Прям какая-то МММ. Эти пресс-фитеры своим там башляют, как они называют, старшим пресс-фитерам. Эти старшие братья, эти старшие, и так понеслось. Или там вот эти батюшки так называемые, я не знаю. И вот все туда, и вот так вот. Еще и делают вид, что это Богу нужно, как родителям. Что-то я не видел, чтобы в семье дети оброк родителям платили. Да не любят, делают все, что им нужно на данный момент. Где система, там нет жизни. Ты узнай, какие дела, и любовью реши эту проблему. Раздели горе, если там горе. Раздели радость, если там радость. Тем более от тебя ничего не требуется. А мы не умеем ни плакать с плачущим, ни радоваться с радующимся. Вся наша жизнь. А по поводу того, что да, вот, ну хорошо, там есть какое-то отдельное здание. Нужны какие-то там растраты ежемесячные. В семье что же есть? Платим и за коммуналку, и за то, и за все. Так я не спорю. Ну почему это опять десятин-то? В принципе, из месяца в месяц нужды всегда одинаковые. Ну хорошо, всегда есть как в семье незапланированные нужды. Там, ну хорошо, вы поскольку-то сбросились, сделали копилку какую-то. И все, кому надо из нее. Это можно даже как десятинус. Да, все давайте по десятчасти, чтобы просто была кубышка. Из нее и платятся за это. А что сверх остается, вы же знаете приблизительно, сколько чего нужно. Тот же священник не должен в золоте купаться. Зачем его лишний раз соблазнять-то? Он должен получать столько, сколько и все получают приблизительно. Да поставьте вы ему, как и всем, среднюю зарплату по тому региону, где вы живете, в России или в Америке. Не надо даже узнавать у всех членов общины, какая там зарплата или среднюю. Именно прям среднюю по региону, по-вашему. Ну и все, пусть он берет из этого, если он там занимается делами церкви какими-то еще. И какая-то общая кубышка, да. У кого-то ребенок родился, кому-то в институт, кому-то свадьбу сыграть. Можно собирать в какую-то кубышку. Просто, чтобы были. Но опять же, вы помните, Господь сказал, вот я почему говорю всегда через призму еще упования. Вы понимаете, если мы начнем кубышки собирать, а вдруг кто-то раком заболеет, ему нужно будет 10 миллионов долларов. Или какая-нибудь, Бог пошлет какой-нибудь, да, там вот именно есть сейчас болячки, и все-таки их могут вылечить за какие-то там миллиарды долларов, какие-то операции. Не знаю, тут я, если честно вам скажу, я просто Божьего тогда ничего не вижу. Опять все на себя. Мы все сами. Да Бог вам и пошлет, потому что вы там кубышку собираете, он вам ее все время будет вытряхивать. Есть какой-то предел минимальный для жизни. А если вы будете на все случаи жизни собирать, Бог вам и будет эти случаи посылать. А будете уповать, Бог ничего вам не пошлет того, чего вам не надо. Все будете живы, здоровы, ни в чем не нуждаться. Будет все вам подавать каждому, потребное для жизни веселье. А какие-то мелочи для того и будет посылать, чтобы мы в любви жили просто. И разделяли, и радость, и горе. Поэтому у кого-то будет небольшой недостаток, у кого-то большой достаток. Небольшой достаток, вот небольшой недостаток. И то, я говорю, чем ты больше начинаешь, даже какую-то кубышку, да надо жить в живой жизни. Без кубышки даже жить будет интереснее. Во-первых, опять я всем говорю, две вещи, упование, любовь. Без кубышки опять у вас будет больше упования. Чем меньше упования на мир, тем больше упования на Бога, тем больше с ним связь, любовь, усыновление. Это кто знает, кто пробовал так жить, тот знает. А чем больше упования на мир, тем меньше связи с Богом. Чем меньше любви к ближнему, тем меньше познания Бога. Родился кто-то и хорошо. Тельняшку порвем, все найдем потребное. На лекарства, на оплату там какой-нибудь койки, на коляску, все найдем. Надо жить, Бог сказал, не пекитесь, а завтра же не бнем. Не в смысле прям совсем бестолково жить, конечно. Но и он сказал, не пекитесь, не терзайтесь, я все подам в потребное, побольше упования. Поэтому тоже эти там особые кубышки собирать-то. Я говорю, там все эти какие-то коммуналы, что в семье все живут, все знают, что расходы приблизительно одинаковые. Ну раз там подняли, ну подняли. Ну да, чуть поменялись правила. Цены там выросли, расходы выросли. Но это тоже живая жизнь, пастор объявил всем, вот так вот, там, чуть нам теперь не хватает, надо побольше собирать. Это же жизнь, это же интересно жить, ведь любовь, она в бытовухе. А чем больше системы, тем вообще мертвичина. Мы все хотим на автомат посадить, а жить-то мы когда будем тогда? Чем мы жить будем? Мы все время ищем каких-то экзальтаций по Богу. Я туда съезжу, я туда, нам все время все не хватает. Мы все возвели в русло. У меня машинка стирает белье, машинка посуду моет. А где же тогда любовь? Когда ты сам пошел, помыл, она знает, что это любовь, ты и время потратил, силы. А когда она машинку поставила, и любовь некому оказать. Вся эта наука, все пытаемся избавить человечество от всех страданий. Да и Бог пытается нам эти страдания, иногда действительно попускает, чтобы мы хоть немножко в ум свой пришли, в разум-то, а то нас все время несет неизвестно куда. Поэтому не знаю. Я говорю, в оконцовке, в идеале, Бог никакой системы вообще не создавал. У них была кубышка, ящик, который носил вор, кстати, Господь специально ее вору дал. С разными, я так понимаю, подтекстами. И что мы видим-то? И причем женщины за ним ходили не бедные. Одна-то жена Хузы была, жена царя-царедворца Иродова. Это не бедные женщины. Значит, было и служение, были и кубышки, и тут же мы видим, у них хлеба нет. Бог все раздавал. Видимо, где давали, не успевали в другой город приходить, он все повелевал раздавать. Это сто процентов так и было, хоть мы прямым текстом это не видим. Но мы видим, что у них хлеба не было. Сколько раз они шли колоссе. Кто будет колоссе растирать эти сухари, есть семечки, свежий хлеб с собой в дороге? Вино и всякие сладости. Уж на Востоке, наверное, сладости тоже всегда Господь произобил во всей его природе. Что-то мы этого не видим, что они там целыми днями шикуют. Поэтому, я говорю, даже вот такие, вроде кажется, бытовая вещь, вроде даже, кажется, растраты такие, константы, да, неизменяемые. Вроде бы, ну, на них надо уже там положить, да даже на них надо собирать каждый раз по-живому. Я говорю, у кого-то, может, беда, у него вообще рубля нету, какая десятина. Да, машину разбил, все, вбухал, потому что она его кормит, допустим. Что с него брать-то? Все, братья, столько-столько нужно в этом месяце. Ну, да, ровно столько же, сколько и в том, потому что никаких подражаний не было. Все сказали, что, ну что, опять вот. Ну, давайте просто. Все забыть, что жизнь, она в бытовухе, это же радость. Это лишний раз поговорить. Нет, будем сутками о Боге там в Писании ковыряться. А это куда мы, да это и есть любовь, это и есть жизнь, это и есть разнообразие тоже. От Слова Божьего тоже устаешь, так скажем, вот именно такого фарисейского и буквоевского, из холостичного сидеть там целыми днями, что-то читать. Да, людям хочется и бытовые вещи. Да, давайте здесь покрасим, здесь добавим. Решили, и сколько надо, скинули. Не из кубышки доставать, а просто. В собрании может быть и богатый человек, действительно. Он может не вести, но скажет, братья и сестры, хочу вообще все отдать, прошлую зарплату, он может по 100 тысяч, по 200, по 300 в месяц получает, может бизнесмен, может просто в какой-нибудь крупной, типа в какой-нибудь там нефтяной компании работают, они там вешеные деньги получают. Он говорит, хочу вот, знаете, полмиллиона, вот давайте что-нибудь замутим, Евангелие напечатаем. Что это действительно, да надо жить любовью. Зачем это вообще нужно-то? Поэтому я говорю, даже я об этом размышлял. Она что вообще, помимо того, что по поводу любви, я уж молчу, если я вам сказал это, Господь к ближнему сказал, все отдать, по сути-то. Этот самарянин все время ему уделил, всю любовь, какую мог, восставил его полностью. Причем это враг его был, по сути. А ближний, в смысле, что он был на расстоянии вытянутой руки. И что касается даже вот этой обеззаловки, ой, так скажем, вроде бы вещей, кажется, нам скучных, кажется, которые надо отодвинуть и вот так вот просто решить. Одним разом, чтобы к ним не возвращаться. Да эти вещи радость-то, любовь-то, это же дела любви. И дела любви, мы все ищем каких-то сверхъестественных, да дела обычные, бытовая любовь. Жизнь в бытовухе, все это знают. Не мне вам рассказывать, многие слушают меня взрослее меня в два раза. Жизнь, она в бытовухе, в простых вещах и в простых удовольствиях. Поесть, поспать, помыться, покупаться, поразвлекаться, потанцевать, попеть. Да это и есть радость-то, что мы все... Вот у нас больше нету пять чувств. Смотрю, слушаю, говорю, ощущаю, обоняю. Что это еще придумаешь? Все через эти пять чувств мы потребляем. Посмотрели, потрогали, послушали, понюхали, поели. Да, вся жизнь-то банальна и проста до боли, как говорится. Что еще надо? Какая десятина? Да живите в простоте. А если вы, братья, вы, сестры, вы будете переживать друг о друге, узнавать, интересоваться, вы друг друга будете на вытянутой руке держать в зоне видимости. Я говорю, вот этим, how are you? А понятно, годами не интересовался. Ой, брат да брат. Ну да, в церкви ходим, сидим друг на друга. Посмотрели по воскресеньям и разошлись. Я вот так это вижу. Я вижу, что так сам Господь делал. В этом его Евангелие. Не хотел он никакой системы. Он в раю создал человека, никакой системы не придумывал. Поэтому про эти все десятины, я говорю, все это ветхозаветчина. Все это недостойно нового человека, недостойно чад божьих, недостойно христолюбцев. Поэтому я говорю, я упустил вообще все моменты, все. Вы знаете, тем более в свободной форме беседы, где там. Я знаю, какие там церкви дают. Вот, Господь сказал, это делайте, того не оставляйте. Все это. Я говорю, я же не буду там ругаться. Я говорю, сейчас поменяю свой немножко формат, там, лукавство. Пусть каждый проповедует, что хочет. Я лично призываю по образу Христа, любите друг друга. Любящим умывайте ноги. Неблагодарным и злым все равно делайте добро. Прилепляйте уши, исцеляйте, благотворите. Как делал Господь, ходя своими святыми ногами по земле. Ну и даже жаждущих вашей крови в свое время, когда Господь попустит, отдайте им свою жизнь, как и Господь сделал. Все. Не надо никакие. Господь никому десятины не отдавал. Он отдавал всего себя. Он отдал всего себя служением, любовью. Ходил только. Он говорил, воля, хлеб мой. Помните, какая приколоться-то ученики? Кто ему дал есть-то? Его хлеб была любовь. Хлеб и вино небесное. Творить дело Отца. Дело Отца – это... Отец есть его сущность, его имя, его природа. А имя Христа было любовь. Поэтому один, некто негде говорил, можно и любовью быть сытым. Это правда. Поэтому творите дела любви. Отдашь последний кусок изо рта, увидишь, как Господь тебе природу изменит. Ты уж от одного дня голодовки не помрешь. Бог сорок дней в пустыне. И Моисей, и Илья ничего не ели, и не померли. Кто без упования творит дела любви, тот, конечно, загнется, как растение без корня. А кто, отвергнувши в себя, следуя за Христом, то есть Его силой, на Него надеясь, творит дела любви, тот познает Христа, тот с Ним соединится. Ну все, полчаса, в принципе, я думаю, о десятине достаточно. Так мне хотелось вот вам сказать. Я говорю, даже сначала я думал, что в свободной форме я буду разбирать, что потом на Христолюбии будут там читать. Не знаю, я даже что-то не знаю, дойдет ли до этой десятины. Нет у меня желания в этом всем ковыряться. Все это ветхозавечное иудейство чистой воды. Все это, я говорю, это к Новому Завету очень далеко, как земля от неба. Поэтому, кто познал истину, мне кажется, вы сами все поймете, почему я всех и говорю. Я никого ни к чему не принуждаю. Говорю вам слова жизни и истины. Они в Евангелии. Бог нас так научил. Любить всех до полного отдания. Он не действительно говорил, отдай, отдай самого себя. Отвергнись себя. Какая тут... Он что сказал, отвергнись десятой части себя? Нет. Целиком себя отвергнись. Возьми крест, то есть твори дела любви. Следуй за мной. Значит, уповая и моими дарами. Бог тебе все подаст, чтобы ты служил. Чем будешь больше в любви подвязаться, Бог тебе тем больше будет наваливать. Если ты будешь все правильно делать, а что значит правильно делать? Его прославлять. Всю славу относить к Нему. Его прославьте. Мне ничего не надо. Это и есть поклоняться в духе кротости. Потому что тот, кто кротость, тот не гордится ничем, не славит. Славу не себе, а Богу все возносит. И не огорчается, не расстраивается, когда его поносят даже неблагодарные злые. Это вот в этом духе кротости и творя дела любви. Ибо в духе и истине поклоняться. Истинная есть Бог, Бог есть любовь. А, себе Господь сказал. Я кроток и смирен сердцем. Вот это и есть. В этой кротости, смирении сердца надо любить ближнего. Все очень просто и понятно. Ничего мы сверхнового не придумаем. Вот она, моя звезда пленительного жизни. Да. Ну что, давайте возблагодарим Господа за все, не просто десяти дни, а за то, что Он нам все, от начала времен, сотворение мира этого прекрасного, пусть даже после грехопадения и немножко проклятого для нашего вразумления. И как каждого нас приведением в бытие и подаванием всю жизнь, даже когда мы грешили, подавал нам все потребное для пищи и веселья. Так что давайте за все это поблагодарим Господа, одумаемся, уязвимся этой стрелой любви Нового Завета, которую познали в кресте Его максимальную степень, просто невероятную. Я говорю, а уж если подумать о том, что Он еще и в ад пошел за грешниками, проповедовать, дабы погибшие по плоти некогда жили по Богу Духом. Исполнимся Духом Святым сердца нашей любовью и скажем, слава Тебе, Господи, слава Тебе, спасибо за все, спасибо. Как сказал великий Павел, ученик Твой избранный сосуд, великое благо, счастье, быть благочестивым, то есть святым и довольным, довольным тем, что Ты нам подаешь всегда все потребное для жизни и веселья. Слава Тебе, Господи, слава Тебе. Христос посреди нас, братья и сестры, в которых есть любовь. Все, кому понравился ролик, ставим палец вверх. Все, кому не понравился, но он христианин, все равно ставь палец вверх. Кому считаете полезным, делитесь с братьями и сестрами Церкви Святых этим роликом. Всем желаю радоваться, веселиться и возрастать в благости, святости и всякой истины и познания Господа нашего и Бога, Иисуса Христа. Всех нежно целую, крепко обнимаю. Все мои канальчики, адреса каналов на Ютубе наверху, все мои контакты для связи внизу, а все полезные ссылочки всегда справа. Чех храни Христос, пока-пока, до встречи в следующем ролике. Субтитры создавал DimaTorzok